здравствуйте дорогие друзья про эрмака кто только уже не говорил и какие только версии не выдвигались но тем не менее считаю необходимым высказаться по этой теме тем более что так или иначе эти вопросы нами уже ранее затрагивались в других фильмах возможно кто-то уже озвучивал мысли приведенной далее в этом фильме как говорится повторение мать учения наш фильм будет сколько не о самом ермаке сколько о том что же он там покорил и о том ради чего была принесена эта сакральная жертва ты знаешь это дело серьезный тут подход нужен вопрос так называемого покорения в кавычках сибири ермаком особенно актуален в последнее время так как спекулируя этой темой некоторые политтехнологи особенно западные разыгрывают националистическую карту и пытаются спровоцировать отторжение сибири от россии подводя жители сибири к мысли что якобы московия захватила сибирь силой и потому современная россия якобы неправомерно владеет сибирскими просторами именно поэтому в официальных исторических кругах умалчивается древнее славянское происхождение сибири а культивируется именно тема покорения в кавычках сибири москвой причем не только западные наши отечественные историки как официальные так и многие альтернативные придерживаясь точки зрения покорения в кавычках сибири ермаком ну или завоевания тартарии московии играют на пользу врагам нашего государства понимает они это или нет но это так о том почему в принципе никакого покорения сибири не было достаточно подробно и понятно объясняется фильме кто уничтожил тартарию ссылка на него есть в описании чтобы понимать о чем вообще речь давайте освежим в памяти официальную точку зрения и так кратко официальная историческая справка российская федерация занимает на карте мира одну из ведущих позиций по территориальным размерам большая часть страны где размещаются наиболее значительные запасы полезных ископаемых находится на востоке страны и называется сибирью по официальной истории освоение этой части россии началось только с 16 века благодаря отважным действиям русских первооткрывателей сибирский регион навсегда вошел состав российского государства огромный вклад в присоединение и освоение новых восточных территорий 16 веке внес ермак тимофеевич предположительно казачий атаман он на свой страх и риск вместе с верными казаками и прочими лихими людьми тех лет пришел сибирский регион и вступил в противоборство с многочисленными татарскими ордами которые контролировали большую часть региона на тот момент именно ермаку принадлежит слава покорителя сибири он его сподвижники сумели победить татар и наладить взаимоотношения с многочисленными племенами местного языческого населения немаловажен тот факт что именно ермак стал одним из первых носителей государственной власти в регионе именно он стал устанавливать сибири первые законы и государственную власть трудно сказать кому именно принадлежала идея похода одни летописи говорят что строгановы послали казакова для покорения сибири другие что казаки с ермаком во главе самостоятельно предприняли этот поход возможно почин был обоюдным строгановы снабдили казаков провиантом а также ружьем и порохом дали им еще 300 человек и собственных ратных людей в числе которых кроме русских находились наемные литовцы немцы и татары казаков было 540 человек следовательно всего в отряд вошли более 800 человек готовились по ходу казаки довольно таки долго сибирская одиссея началась сентября 1581 года узнав о том что в подчинении у строгановых находится казаки ранее занимавшиеся грабежами иван грозный велел немедленно отозвать их из сибири и привести к нему на суд однако услышав об успехах достигнутых именно территории сибирского ханства царь сменил гнев на милость и послал подкрепление по преданию ермаку тимофеевичу иван 4 отправил шубу со своего плеча серебряный кубок и две кольчуги для получения помощи ермак направил в москву 25 казаков посольство прибыло в столицу в конце лета царь наградил всех участников сибирского похода простил государственных преступников примкнувших кермаку ранее и обещал послать еще 300 стрельцов строгану уже получили новые торговые льготы конец краткой официальной исторической справки подчеркиваю это была не моя точка зрения а официальных историков замечательно поразительно гениально и что же мы видим все как всегда если просто внимательно изучать всю эту официальную версию покорения в кавычках сибири то всплывает масса противоречий и нестыковок например согласно официальной версии истории поход ермака не был санкционирован на государственном уровне царь иван грозный узнав о походе ермака потребовал вернуть его назад поэтому говорить об установлении государственной власти в сибири казаками ермака не приходится наша точка зрения по поводу того чем уже было это так называемое покорение сибири уже излагалась многократно например фильмах кто уничтожил тартарию и апокалипсис 19 века а также косвенно затрагивалась фильмах про монголу татар и про мегалиты урала но если вы их еще не смотрели то буквально в двух словах скажу что по нашему мнению образ ермака сборной а его экспедиции в сибирь была не с целью завоевания а с целью разведки и устройство перевалочных баз для последующих экспедиций так как после глобального катаклизма что постепенное восстановление государства и возврат территорий и собственно сам поход ермака это не один поход а несколько экспедиций возглавляемых разными людьми только официалы все эти экспедиции свели в одну и назначили одного крайнего при этом ни один официальный историк не расскажет почему имея войну на западном направлении московскому государству вдруг понадобилось осваивать восточное обо всем этом очень подробно рассказывается фильме апокалипсис 19 века ссылка на него есть в описании только говорю заранее фильм 18 плюс и длится два часа если не уверены что вы держите то даже не начинайте смотреть но если уж начнете смотреть главное не перематывайте ибо все объясняется там по порядку и одно вытекает из другого если перемотайте то пропустите что-то важное и дальше ничего не поймете лучше делайте перерывы если сразу тяжело смотреть запутанная история как это верно вас но сегодня хочу рассказать не о нашей версии событий как известно даже официальная история имеет несколько трактовок которые в угоду политическому моменту меняют одна другую версия про предшественников рюриковской руси является такой одной из отмененных официальных версий ныне эта информация отнюдь не спрятана за семью печатями она просто не афишируется ведь на первое место вышла нормандская теория и тесно связана с ней версия так называемого завоевания сибири ермаком поэтому сегодня утверждение о том что славяне являются потомками скифов будоражит своей экзотичностью и воспринимается как смелая гипотеза однако еще всего сотню лет назад это воспринималось как общеизвестный факт аксиома наши недавние предки были совершенно уверены в тождественности скифов сарматов и славян скифская тема занимала чуть ли не центральное место в умах интеллигенции историков и поэтов еще сто лет назад российское общество было уверено в том что скифы это предки славян это совершенно обыденным образом упоминалось в сотнях исторических трудов российских историков и этнографов и являлась прописной истиной в учебниках истории по которой обучалась российское дворянство а ранее об этом же говорили и античные историки сейчас я не стану приводить все цитаты антиичных европейских и русских историков о скифах достаточно лишь упомянуть некоторые имена геродот птоломей мавра арбини плутарх цицерон блаженный августин и другие все они именовали славян разными именами русы руги венеды анты роксолани скифы сарматы довольно часто они дают прямые уточнения что скифы сарматы венеды и славяне суть одно и то же удивительно но сведения о скифах как о предках всех славян есть даже в повести временных лет нестора кому интересно более детально ознакомиться с цитатами то в описании под фильмом есть ссылка на большую статью там много есть что почитать и над чем поразмыслить в двуязычном русско-французском учебнике по истории для русского дворянства от 1763 года авторство дельтея прямо указано что россия раньше называлась скифией и дается объяснение значения слова скиф от славянского слова скит означающие блудящий кочующий скифов и сарматов отождествовали со славянами такие историки археологи и публицисты как винилин и лавайский самоквасов забелин чертков лапа-данилевский флоринский и другие уверен про многих из них вы даже не слышали ни разу а между тем они были очень известными еще каких-то сто лет назад вы наверняка спросите а какая взаимосвязь между и ромаком и скифами так прямая смотрите сами в 1692 году историк и переводчик андрей иванович лызлов выпускает исторический труд под названием скифская история где в частности подробно указывает границы скифских земель простирающихся от дона до индии и от черноморья до ледовитого океана вот скифия на карте кристофора целариуса келлера как видно на карте вся территория азии до индии и далее на восток испещрена указаниями на скифов северный ледовитый океан подписан как скифский что исключает локализацию скифов только в средней азии речь идет о всей евразии а также эта карта дает нам понять что для древних авторов вовсе не было различий между скифами сарматами и славянами орел проживания скифов можно обозначить не только по старым картам в наше время проведено очень много раскопок скифских курганов понятное дело что нам показали далеко не все находки найденные при раскопках да и результаты раскопок можно толковать по-разному но повторюсь мы сейчас говорим об официальной версии истории пусть и отмененной для тех кому интересно наша версия того что же такое курганы и как они появились предлагаю просмотру фильм ядерная война 19 века или почему хоронят на глубину 2 метра в нем именно этот вопрос и разбирается что же касается официальных исследований по скифам то уже в наши дни академик анатолий клёсов на базе днк генеалогии исследовал останки в скифских курганах и получил весьма интересные результаты далее цитата первое же исследование древних днк из-за хранений показали что погребенные в скорченном положении на правом боку в памятниках скифского времени имеют гаплогруппу r1a а погребенные вытянутом положении на спине имеют гаплогруппу r1b2 конец цитаты все эти данные приведены в его работе скифы сарматы алани происхождение наследия днк авторы анатолий клёсов и ахмед глашев первых он признает в качестве скифов а вторых в качестве сарматов как известно гаплогруппа r1a является преобладающей у населения современной россии белоруссии украины польши и прибалтики более 60 процентов а родственная ей гаплогруппа r1b2 в большей мере распространена далее в европе на урале и в центре африки как это не парадоксально скифская история сохранилась относительно хорошо и свободном доступе даже есть исторические труды 18 века в которых можно найти поименный список всех скифских царей с описанием ключевых событий их биографий еще раз подчеркну это данные официальной истории однако те кто говорит про так называемое завоевание сибири ермаком почему-то эти данные не учитывают удивляться этому не приходится ведь эти источники писали о том что не согласуется с общепринятой версии мировой истории в которой как бы нет места славянам по мнению тех кто придерживается версии ермака завоевателя сибирь это дикие глухие места в которых до прихода ермака якобы жили потомки золотой орды а говоря академическим языком сибирь земля не историческая но это даже не мнение тех людей кто говорит про само завоевание сибири это мнение миллера байера и шлетцера ведь те кто с пены урта пытается доказать что ермак якобы завоевал сибирь почему-то отказываются даже состыковать данные официальной истории которая гласит что сибирские татары совершали набеги на перские земли то есть по непроходимой тайге через уральские горы а вот когда ермак со своими людьми пошел сибирь тем же путем то им приходилось прорубать себе дорогу при этом если смотреть на карту присоединенных земель то этих земель не так-то уж и много уж точно не вся сибирь моя цель сейчас не доказывать что-либо а просто ознакомить зрителей со всеми фактами официальной истории чтобы дать зрителям информацию к размышлению а думающий человек которому не все равно сам сумеет сложить два плюс два и сформировать собственное мнение существуют различные подтверждения того что ермак сибирь не покорял прежде всего это карты тартарии и сибири которые были составлены до похода ермака уже много раз высказывался о реальной подлинности так называемых старинных карт но сейчас не об этом обратите внимание что еще до похода ермака существуют карты с описанием земель который ермак покорит спустя несколько десятилетий и заметьте почти все эти карты на иностранном языке почему важно это отметить объясняется фильме кто уничтожил тартарию вот это другое дело с этого надо было начинать йоганн шильтерберг побывавший в сибири в начале 15 века а это 1400 года подчеркивал что в стране артании совсем не едят хлеба а сеют одно просо здесь хочу обратить внимание на город грустина что касается непосредственного описания города грустина то она встречается в книге австрийского посла при дворе ивана грозного барона сегизмунда фон герберштейна книга называется записки московии заметьте от 1549 года цитата от устья реки иртыша до крепости грустины два месяца пути от нее до озера китая рекою обью которая как я сказал вытекает из этого озера более чем три месяца пути от этого озера приходит в большом количестве черные люди лишенные общего всем дара слова они приносят собой много товаров преимущественно жемчуг и драгоценный камни которые покупаются грустинцами и серпоновцами они называются лукоморцами от лукоморья лежащие в горах по другую сторону обе от крепости серпоново конец цитаты интересно что у герберштейна четко указано что все земли по обе иртышу и вплоть до северного ледовитого океана на момент его экспедиции в 1517 1526 году являлись данниками московских князей так главу с описанием печоры югры и реки оби куда входит зачитанный ранее отрывок про серпонов и лукоморье предваряет следующий текст цитата владение московского князя простираются далеко на восток и несколько на север до тех мест которые исчисляются дальше об этом предмете мне было доставлено рукопись на русском языке который содержалось описание этого пути и который я перевел и в точности помещаю здесь конец цитаты завершать же главу следующие строки еще цитата по левом берегу реки оби вниз живут каламы которые переселились туда из объемы и погозы за обью у золотой бабы где об впадает в океан текут реки сосва березва и надым которые все берут начало из горы камень большого пса и соединенных с ней скал все народы живущие от этих рек до золотой бабы называются данниками князя московского конец цитаты даже карамзин в истории государства российского так описывал состояние московской руси 16 веке цитата однако же московитяне уже знали имена всех главных сибирских рек западной сибири они сказывали что об вытекает из озера телейского и что за сей рекой и за иртышом находится два города серпонов и грустина коих жители получают жемчуг и драгоценные каменья от людей обитающих близ озера китая конец цитаты из вышеназванных источников становится ясно что это за люди с которыми активно торговали жители грустины в первую очередь речь идет о народах индии также серпонов и грустина приходили товары из китая и из более северных регионов россии сама артания которой принадлежит и грустина и серпонов славились прежде всего черными соболями и булатными клинками которые разгибались после сгибания пополам и таких фактов подтверждающих что ермак сибирь не покорял очень много ведь сигизмунд фон герберштейн издал свою книгу в 1549 году а был московии и вовсе в 1517 1526 годах арман выступил свой поход лишь в 1581 году очевидно что сибирь была заселена и застроена крепостями задолго до ермака уже во времена путешествий герберштейна и шильтербергера полезно в этом плане обратить внимание на славянскую топонимику сибири так на картах ремезова это самая древняя дошедшая до нас карта составлены нашим соотечественникам в значительном числе зауральских регионах название населенных пунктов сплошь русские боярская романова митцова медведева сладкова даурска есейка жданова крестова и это не название данные казаками первопроходцами 16 веке ведь многие из этих городов уже существуют на европейских картах изданных столетием ранее так же как и узнаваемый топоним лукоморье которым маркируют территорию восточнее оби видимо с момента создания первых карт именно к лукоморью относится и грустина и серпонов о реальных причинах похода казаков сибирь официальные историки спорят по сей день по одной из версий сам царь иван грозный направил ермака сибирь на помощь промышленникам строгановым по другой сами строганова наняли ермака для противоборства с татарами существует версия по которой ермак бежал восточной земли спасаясь от преследований стрельцов за лихие дела по официальным данным ермак несколько раз разгромил сибирских татар тут прямо напрашивается вопрос а это потомки тех самых татар которые 345 лет до этого напали на русь и установили так называемая монголо татарская ига или какие-то другие учитывая что по официальной версии истории монголо татарская ига длилась 200 лет то как быстро всего за 150 лет после падения этого так называемого ига сибирские татары разучились воевать ермаку тимофеевичу приписывают и многие лихие дела к примеру часто его назначают ответственным за нападение на бухарских и нагайских послов и грабеж их торговых караванов за такие проделки на него и мог разгневаться иван грозный сейчас уже достоверно не узнать все биографические подробности но можно точно сказать имя ермака тимофеевича было легендарным ему приписывали многие подвиги и разбойные нападения в его биографии много темных пятен достоверно неизвестно о его деятельности до начала похода сибирские земли в академической среде ермаку приписывают атаманство на берегах дона а также части в сражениях против крымских татар давлет гирея под москвой другие следователи отправляют казака на ливонскую войну и называют его одним из героев обороны пскова сейчас уже нет никакой возможности установить его точный день рождения насчет места его рождения среди следователей идут постоянные споры существует несколько версий о месте рождения прославленного казака разбойника многие склоняются к тому что ермак родом с берегов дона и относится к южному казачеству но вот в архангельске уверены о местном происхождении исторического деятеля в регионе ссылаются на существование в котловском районе ермаков ручья и ермаковой горы местные ученые склонны верить что именно с территории архангельской области ермак начал свой легендарный поход и даже закопал впоследствии здесь свои сокровища в последнее время официальные историки все больше стала склоняться к версии о том что ермак происходит с берегов северной двины об этом говорят найденные небольшие записи в нескольких летописях и сказаниях кстати как создаются древние в кавычках летописи рассказывается фильме мракобесия официальной истории даже имя ермака достоверно неизвестно но но может быть сокращением от других имен или даже может быть искаженной версии имени герман существуют версии о татарских корнях казака его имя может иметь перевод с татарского языка как артельный котел говоря простыми словами ермак это сборный персонаж как минимум из пяти человек здесь внимательный зритель наверняка скажет вот жили люди в сибири во время похода ермака и многих из них он и покорил так давайте разберемся кто же там жил основаясь на данных только официальной истории можно сделать вывод что помимо татар и прочих национальностей сибирь была населена славянскими народами а теперь давайте глянем на карту вот здесь русские государства в лице московского царства и великого княжества литовского с юга русские земли граничат с крымскими нагайскими астраханскими и прочими татарами в сибири сибирские татары и как мы уже выяснили скифы славяне друзья вы ничего не замечаете огромный единый народ оказался разделен по разным территориям и государством такое возможно только в случае краха огромной империи в которой этот народ жил ранее а вот что за крах империи произошел и почему части одного народа стали называться по-разному и воевать между собой то этот вопрос объясняется фильме апокалипсис 19 века ссылка на него по-прежнему есть в описании только повторяю еще раз фильм 18 плюс и длится два часа если не уверены что вы держите да даже не начинайте смотреть но если уж начнете смотреть главное не перематывайте ибо в нем все объясняется по порядку и одно вытекает из другого если перемотаете то пропустите что-то важное и дальше ничего не поймете поэтому лучше делайте перерывы если сразу тяжело смотреть а если вы его уже смотрели то посмотрите снова если конечно хотите во всем разобраться а я на этом с вами не прощаюсь впереди еще много интересного благодарю вас за внимание и до скорых встреч пресвятый дублей родов союз а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok